Это зебра возле кинотеатра в Добром, участок повышенной опасности. И это не предположения общественников, а факты, о которых говорят в ГИБДД. В этом году на данном пешеходном переходе произошло 4 ДТП, в результате которых один человек погиб и трое получили ранения. Наверняка этих жертв можно было бы избежать, если бы пешеходный переход был оборудован как надо. Основным нарушением здесь является отсутствие дорожных знаков над проезжей частью дороги, и также частично отсутствуют пешеходные заграждения. К слову, рядом находится самая многочисленная в городе 36-я школа. Посещают её больше тысячи детей. Так что поток пешеходов, в том числе и юных, здесь весьма высокий. А вот ещё один проблемный участок. Репортаж о том, как дети с утра идут в 28-ю школу, мы снимали ещё в декабре 2017 года. Интенсивность движения здесь немаленькая. Школьникам приходится добираться до учебного заведения по проезжей части, где мало фонарей, зато полно припаркованных автомобилей. Очень удобно переходить дорогу, ребёнка одного вообще не можем отпустить. Вообще да, потому что из-за угла здесь дети уходят одни опасно. Прошёл почти год. На этом участке ничего не изменилось. Как висел единственный знак «Дети», так и висит. В ГИБДД заявляют, конечно, светофор и зебру здесь обустраивать нецелесообразно. Это не магистраль, а межквартальная дорога. А вот установить лежачий полицейский не помешало бы. Вот только директор школы не видит в этом необходимости. Он вообще сообщил, то, что за школьным забором его не касается. На сегодняшний день я могу сказать, что данный участок опасности серьёзнее не представляет. О том, что этот переход, как и ещё три десятка таких же объектов, чиновникам надо привести в порядок, общественники заявляли ещё три года назад. Подобный мониторинг они проводят каждый год. Его результаты направляют в администрацию города. Мы получаем даже письма о том, что будут учтены наши замечания. Вот мы были с вами в 28-й школе, что это будет включён в план мероприятий на 17-й год, и устранены будут недостатки. Но, к сожалению, мы увидели совершенно отрицательную картину. Там, как говорится, камень не лежал. То есть ничего не сделано. Ещё в 2015 году президент нашей страны Владимир Путин поставил задачу в первоочередном порядке оборудовать пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами. Перечни общественников 24 пункта. Идеального пешеходного перехода во Владимире нет. Этот объект возле 21-й школы на улице Мира – заобразец. Но и к нему есть немало вопросов. Здесь нет дублирующего знака с табличкой «100 метров, что школа». Потом нет знаков на дорожном полотне «Дети, школа». Дублирующая школа. Все эти недочёты в итоге приводят к жертвам. По статистике, за 9 месяцев этого года только во Владимире на пешеходных переходах произошло 67 ДТП, в которых 2 человека погибли и 66 получили травмы. Дорожные полицейские выдали 150 предписаний на устранение различных недостатков уличнодорожной сети и составили 40 административных материалов на должностных и юридических лиц. В мэрии заявляют, предписания ГАИ выполняют, прислушиваются и к общественникам. В этом и в предыдущем годах на пешеходных переходах сделаны соответствующие работы. Установлены дорожные знаки «Дети», нанесена горизонтальная дорожная разметка, их дублирующая. Возле 34-й и 35-й школ установили знаки над проезжей частью. Вот только во Владимире сотни зебр, а бюджет, что называется, не резиновый. «Шаг за шагом стараемся, работаем. Если где-то не успеваем, поймите правильно, иногда просто не хватает денег. До конца этого года мы запланировали оборудовать по последнему, что называется, слову техники, пешеходные переходы в районе школы номер 1, лицея интерната, да, на Горького. А в районе школы номер 2, в районе школы номер 19, у детской школы искусств номер 3». Чтобы услышать мнение представителей администрации и дорожной полиции, общественники собирают 7 ноября круглый стол. На нем в том числе будут обсуждать, какие объекты необходимо привести в порядок в первую очередь. Алексей Дудин, Егор Хребко, 6 канал.